София Устинова учится в первом классе. Письмо Деду Морозу девочка писала сама. Она верит в существование волшебника. Каждый год он исполняет ее заветное желание. А ведь это главное условие. Если ребенок будет сомневаться, волшебство не произойдет. Я хочу поздравить всех с Новым годом, чтобы никто не болел и чтобы все были счастливы. Варвара Дятлова попросила главного волшебника отправить ее в настоящее лето. Уже в самое ближайшее время семья поедет в аквапарк. Ведь это и стало главным желанием девочки. Я написала, что я в этом парке часто бываю и мне очень хочется побывать в аквапарке. Огромное количество писем пришло Деду Морозу. Не просто было выбрать самое креативное. Дети мечтают о разном. Но все обязательно просят у волшебника здоровья и счастья для своей семьи в наступающем году. Кажется, что должны быть подарки какие-то там, айфоны, айпады. Нет, на самом деле все намного скромнее. Они рассказывают, во-первых, о себе, как они учатся, как они себя вели. Рассказывают о своих родителях. И, ну, на самом деле, какие-то это обычные игрушки, подарки. Либо что-то к школе. Кстати, очень много билетов просят на какие-то представления в дельфинарии еще куда-то. Ну, то есть мы приятно удивлены, что, так скажем, запросы у детишек очень хорошие. По итогам конкурса было выбрано три письма. Мечта Ксении Третьяковой тоже исполнилась. Девочка получила в подарок долгожданную куклу. Дедушка Мороз пообещал ребятам, что свои подарки они обязательно найдут под елочкой в новогоднюю ночь. Ведь он знает, о чем мечтают одинцовские мальчишки и девчонки. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».